Алена Медведева. Жаркая тема. Сборник рассказов. В составе сборника. С первого взгляда. Рассказ. Всего одна жуткая ночь. Рассказ. Красавица и чудовище. Рассказ. С первого взгляда. Их первая встреча получилась неловкой. Всего пара минут напряженной тишины в замкнутом пространстве лифта. Но при следующей встрече один из них решился заговорить, не подозревая, что для другого вся жизнь – это молчание. Явно не успевая к сроку, Антон выскочил из квартиры. Вдавив кнопку лифта, услышал сигнал, открывающийся этажом ниже двери. Теперь придется ждать, пока лифт спустится вниз и поднимется обратно на восемнадцатый этаж. Действуя скорее рефлекторно, парень рванул по лестнице, перескакивая через три ступени. И успел, придержав рукой дверцу, ворваться в кабинку. Девушка, что уже была там, отступила к стенке, опасаясь быть сбитой стремительным рывком мужчины. Переводя дыхание и не успев поднять глаз, он сначала увидел ее ноги. Изящные, прикрытые едва приметным слоем капрона и обутые в оригинальные босоножки. Впрочем, обувь впечатлила мужчину куда меньше, чем сами женские ножки. Взгляд заинтересованно скользнул выше, к округлым коленям и краю чего-то короткого и воздушного, струящимися складками прикрывающего бедра. Выше широкий пояс, подчеркивающий прекрасную талью. А еще выше слегка оголенное плечо, с которого словно намеренно приспустили край широкой резинки горлышка. Светлые локоны в беспорядке, разметавшиеся по плечам. И, наконец, ее лицо. Красивое. Про такие говорят одухотворенное. Оно словно дышало внутренним светом. Антон засмотрелся с непривычной растерянностью, вглядываясь в глаза незнакомки. Пораженный их цветом. Насыщенно голубые. Обалдеть. Куколка-блондинка с глазами мальвины. Привычная нахрапистость и инициативность внезапно дали сбой. И пока парень мысленно подбирал слова для завязывания знакомства, лифт достиг первого этажа. А стоило дверям с мелодичным сигналом отъехать в стороны, как девушка стремительно выскользнула наружу, Антон рванул за ней, предложу подвезти. Но пока парень кружил непривычными еще выездами из двора новостройки, где он с неделю как въехал в квартиру, девушка видение исчезла. Исчезла с глаз, но не из памяти. Весь рабочий день в веб-студии, где и трудился Антон начальником отдела мультимедийных проектов, его не покидали мысли о незнакомке. Надо заметить, что женщин в жизни Антона было немало. Но к 35 годам остановиться на какой-то одной он так и не сумел. И дело не в скверном характере или скаредности. Просто не везло. Не те попадались или он не там искал. Вот последняя подруга, к примеру. И денег он на нее не жалел. В Тунис свозил, дизайнерский браслет подарил, шубу и пару астрономически дорогих сапог тоже купил. И времени. Все выходные вместе. Встречал вечерами с работы и завтрак в постель подавать умудрялся. Но она решила, что на этом этапе жизни карьера для нее на первом месте. Она отношения, времени нет и ушла. Но ведь о ней парень и не вспоминал. А вот незнакомка чем-то неуловимо зацепила. Неудивительно, что на следующее утро, на полчаса раньше вчерашнего срока, Антон стоял на семнадцатом этаже, поджидая... Нет, совсем не лифта. Он ждал случайную спутницу. Но прождал более полутора часов, исчерпав лимит свободного времени, а девушка так и не появилась. Неужели она не живет в этом доме? Только бы не случайно возвращалась из гостей. Повторной встречи хотелось отчаянно. Уж тогда парень был настроен решительно. Он найдет способ познакомиться и получить номер телефона. И так два дня подряд. Полный провал планов знакомства. Но на третий день удача ему улыбнулась. Антон подпирал спиной в стену лестничной клетки. Когда увидел, как из однушки слева вышла она. И снова этот удивительный взгляд восхитительных глаз. Немного отрешенный, манящий туманом задумчивости и... Улыбкой. Она вспыхнула где-то в синей глубине, едва Антон шагнул навстречу. Сегодня блондинка была в узких бежевых брючках и свободной, перехваченной на талии пояском блузе. «Привет!» Не стал терять время, обрадованный мужчина и сходу признался. «Я жду вас!» Решил проявить нахальство и познакомиться. «Я Антон. Живу этажом выше». И тут же заметил, как в бездонной глубине глаз погасла улыбка. А сама девушка лишь молча кивнула. «Вы же не против знакомства?» Вслед за девушкой, заходя в кабину подошедшего лифта, добавил Антон, слегка удивленный отсутствием ответа. Но та лишь опять грустно улыбнулась и уставилась куда-то в пол. «Скажите ваше имя, или это страшная тайна?» Настаивал парень, протягивая к незнакомке руку ладонью вверх. Хотелось всем своим видом продемонстрировать мирное намерение. Но девушка в странном смятении отступила к стене, а затем раскрыла свою сумку и выудила из нее лист бумаги и ручку. «Я немая», — написала она. Парень потрясенно застыл. Такого поворота он не ожидал и растерялся, не зная, как действовать в такой ситуации. Отчего-то вдруг стало неловко. «А вы слышите меня?» Едва вопрос сорвался с губ, как Антон страшно пожалел об этом. «Но сказанного не воротишь». Девушка в ответ утвердительно кивнула, не поднимая на него глаз, и быстро вышла из остановившегося лифта. Пока мужчина собирался с мыслями и решал, а стоит ли настаивать на продолжении знакомства, незнакомка, ее имени Антон так и не узнал, исчезла, растворившись в уличной толпе. Видно, не судьба. С необъяснимым чувством вины и сожаления утешил себя Антон, заводя машину. Вот только взгляд синих глаз не отпускал, преследуя и на работе, и дома. Соседка никак не уходила из мыслей парня. Но сколько он не размышлял над проблемой, возможности наладить с ней общение не видел. Учить язык жестов – извините, это подвиг. Да и время. И нужно ли вообще? Как сложно обычному, нормальному человеку представить близкие отношения с немым. Эту неспособность объясниться, вечную тишину, чем больше он думал об этом, тем сильнее убеждался не судьба. И, казалось, убедил сам себя.